В прошлом году Ватикан отметил свои 90 лет со времени провозглашения независимого папского государства города Ватикан. Учитывая вселенскую значимость Ватикана и юбилейную дату, давайте же поговорим о происхождении государства Ватикан по ватиканским современным источникам. Поехали! Ватикан был создан 11 февраля 1929 года в результате подписаний латеранских соглашений между папой Пием XI в лице уполномоченного им кардинала и государственного секретаря Гаспари и Италией в лице Муссолини от имени короля. Начнем сдалека. Античность В античности территория современного Ватикана, в то время называемая болотистая местность, находилась за пределами городской черты Рима. Здесь находились виллы и сады матери императора Гая Юлия Цезаря Агриппины. Позже в этих садах на склоне Ватиканского холма Каллигула приказал построить небольшой ипподром, который в дальнейшем при императоре Нероне был отреставрирован и на котором по преданиям был распят в 64 году н.э. святой Петр, похороненный затем в Некрополе. Папское государство Образовавшееся в 752 году Папское государство охватило большую часть Центральной Италии, но в 1870 году было аннексировано Итальянским королевством в ходе объединения Италии. Если что, у меня на канале есть объемное видео про объединение Италии. Советую посмотреть. В результате возник так называемый римский вопрос. Латеранские соглашения Летом 1927 года между Папским престолом и правительством Бенита Муссолини начались переговоры для разрешения римского вопроса. Со стороны Папы переговоры вел государственный секретарь Гаспарри. Три документа, составивших соглашение между Италией и Святым престолом, были подписаны 11 февраля 1929 года в Латеранском дворце государственным секретарем Гаспарри, как я ранее сказал, и Муссолини. Латеранские соглашения, мутатис мутандис, остаются действующими. Италия признала суверенитет Папского престола над Ватиканом, восстановленным церковным государством площадью в 0,44 квадратных километра. Ватикан и Италия взаимно обменялись послами. Были регламентированы отношения между государством и церковью в Италии. Обеспечивалась полная свобода церкви и объявлялась католическая религия единственной государственной религией. Святой престол имел право устанавливать отношения с духовенством и со всем католическим миром, а представители церкви освобождались от военной службы. Также было подписано финансовое соглашение, согласно которому Италия обязалась выплатить Святому престолу 750 миллионов итальянских лир наличными и одновременно ассигновать 5-процентный итальянский твердый государственный заем на сумму в 1 миллиард итальянских лир. Ватикан согласился оказывать поддержку Бенита Муссолини и запрещал разводы. 7 июня 1929 года была опубликована Конституция государства города Ватикан. В 1984 году, после успешных переговоров с Италией, были изменены некоторые устаревшие пункты соглашений, в основном касающиеся государственного статуса католической церкви в Италии. А сейчас Ватикан – это лакомое место для туристов со всего мира. Для католиков, в свою очередь, он является регулярно притягивающейся точкой. Он приносит государству Италии огромные денежные поступления. Ну а на этом все. Также хотел бы я у вас спросить, как вы относитесь к Ватикану как таковому и хотели бы вы в нем побывать? Свои ответы пишите в комментарии. Ну а я с вами хочу попрощаться. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok